По закону кандидатов в губернаторы могут выдвигать только политические партии уже с 12 июня. Самовыдвижение на пост главы региона не предусмотрено. В отличие от других компаний, кандидаты должны пройти так называемый муниципальный фильтр, получить поддержку депутатов и глав городов и районов в виде подписей, которые должны быть заверены нотариально. Впервые на этих выборах в крае будет применен механизм мобильного избирателя. За 45 дней до голосования можно обратиться в избирком или многофункциональный центр и выбрать удобный для себя в пределах региона участок. Отметим, в этом году на избирательную кампанию планируется потратить 350 миллионов рублей. Для сравнения, выборы 2014-го обошлись региону в 160 миллионов, а президентские в марте этого года в 260. В краевой избирательной комиссии объясняют возросший бюджет повышением фонды оплаты труда, занятых на выборах работников и модернизацией технической базы. Если в 2014 году мы с вами не применяли, например, видеонаблюдение, QR-код и так далее, то на сегодняшний день это уже те реальности, которые требуют соответствующего финансового просчета, включая действия, связанные с предусмотрением расходов на, например, повторное голосование. Неиспользованные средства обещают вернуть в бюджет. Напомним, выборы губернатора состоятся в единый день голосования, 9 сентября. Всего в них смогут принять участие 1 900 000 избирателей. Победу одержит кандидат, который наберет более 50% голосов жителей Алтайского края. Евгения Даровская, Алексей Фрезин. Наши новости.